Я люблю RPG. Нравится исследовать незнакомые земли, в сложных испытаниях добывать лучшее снаряжение и мощнейшие заклинания, получать очки опыта и тратить их на ловкость, играть разные роли и характеры, и, конечно же, нравится брать на себя ответственность за принятие непростых решений, последующие за ними последствия. Но есть нюансы. На самом деле их больше одного. Например, проблема отыгрыша недобрых персонажей. Однако обсуждают это часто и всем известно, что в кавычках «злодейские пути» в играх прописаны несравненно хуже добрых, а злой персонаж чаще всего представляется обычным каким-то идиотом, который просто убивает всех налево и направо, и на этом всё кончается. Потому мне хочется обозреть другой подводный камень CRPG, которому, на мой взгляд, уделено недостаточно внимания. Честно говоря, я вообще не слышал, чтобы кто-нибудь из ютуберов об этом говорил и как-то разбирал. Из-за потопом ежедневного восторга по Baldur's Gate даже мысль родилась. Это я или остальной мир сошёл с ума? Ни в коем случае не хочу сказать, что эта игра ужасна. Нормально. Это видео не обзор богатрия, критика лично вот его. Здесь не будет жалоб на неудобный интерфейс или недоделанный третий акт. Это оценка конкретного, на мой взгляд, проблемного аспекта многих каких-тоных RPG, которые я рассмотрю на примере Baldur's Gate. Начнём с поверхностного знакомства с теорией настольных ролевых игр. Всё-таки туда тянутся корни истории CRPG. Основой любого повествования является конфликт. Это движущая сила сюжета. Причём конфликт это не всегда что-то противостояние друг другу людей. Есть сундук, он заперт на замок. Есть плут, у него есть набор воровских инструментов. Плут хочет вскрыть сундук, а замок не хочет, чтобы человек без ключа мог открыть сундук. Происходит столкновение интересов. Так рождается конфликт. Чтобы его решить, в компании игроков находится судья, наратор, мастер церемонии, данжен мастер. У этого надмозга тысяча имён. Он отвечает за всё, что происходит вокруг персонажей игроков. В том числе за рассуживание таких конфликтов. Вечно от балды он это делать не может, ведь тогда игра станет неким подобием совместного рассказа. Между игроками начнут возникать склоки и тыры-пыры. Нужен прозрачный инструмент разрешения вот таких вот спорных ситуаций. Если не брать во внимание их масштаб, судить можно не только простые задачи, но сцены целиком. Механика разрешения может быть основана на рандоме и не основана на рандоме. Нас интересует первый вариант, но для общего кругозора давай обобщенно обкашляем и второй. Чаще всего АГМ сравнивает какие-либо позиционные характеристики, допустим крутая замка с навыком взлома плута, и руководствуясь разницей между ними, описывает исход заявки игрока. Напоминаю, что видео не про настолки, не нужно писать, что там всё несколько сложнее. А рандом? Ах, рандом. Полагаю, ты уж догадался по какой причине мы тут собрались. Чаще всего такая механика использует игральные кости, но ими не ограничивается. Это могут быть и карты, и даже дженго. Кости тоже бывают разными, с шестью гранями, с восьмью, с двадцатью и так далее. Иногда бросают одну кость, две или даже горсть. Одна из самых популярных механик разрешения основывается на кубике с двадцатью гранями, D20. Высокая популярность не значит, что эта механика идеальная лучше других. Она очень старая, широко популяризированная компания Wizards of the Coast. Грубо говоря, это что-то вроде YouTube или Twitch. Если завтра появится платформа, которая будет лучше этих двух, она не станет их убийцей. Несмотря на все преимущества, какой-то массовой миграции, по крайней мере на ближней дистанции, не произойдет. Вот то же самое и с DND, который работает на D20. Почти все, кто начинает знакомиться с настолками, начинают с DND из-за его широкого распространения, гигантского комьюнити и огромной готовой базы знаний. То есть, потому что легко найти помощь, мастера, соигроков и готовы для разыгрывания приключений. Это уже потом, наигравшись в DND, люди начинают обращать внимание на другие системы, потому что система – это важно, и система определяет ощущения от игры не меньше сеттинга. Так, как же работает D20? Игрок бросает икосаэтер, прибавляет к результату броска все модификаторы, будь то бонус или штраф от чего-нибудь, и сравнивает сумму с целевым показателем. В DND им может быть заданная ГМом сложная задача, если игрок проверяет какое-либо умение своего персонажа, класс брони соперника, если игрок проверяет атаку персонажа, или сумма броска противоборствующего игрока, если между их персонажами завязалось некоторое состязание. Главная особенность здесь такая, недостатком называть мне это не хочется, что кубик может показать тебе 1, 5, 15 или 20 с одинаковым шансом из-за равномерного распределения по 5% назначения. В то же время, максимальный показатель характеристик героя, который он может достичь без каких-либо особенных условий, это 20. И в среднем, наиважнейший стат герой прокачан до 18, что дает плюс 4 к соответствующим проверкам. А усредненная сложность в DND считается 15. То есть для того, чтобы пройти успешную проверку средней тяжести, потребуется получить на 20-граннике число, равное или выше 11. И это слишком большой разброс, слишком большой рандом. Случайность намного важнее личной характеристики персонажа. И нередко возникают ситуации, подобные той, где волшебник с показателем силы 8, это минус 1 к проверке, оказывается сильнее воина с силой 18, то есть плюс 4 к проверке. Волшебнику куб показал 15, а воину допустим 9. И все, гигантская разница в силе между персонажами ничего не значит. При этом на высоких уровнях все наоборот. Кубик стремительно теряет свою важность. Большинство кампаний рассчитаны на персонажи от 1 до 10, ну окей ладно, до 12 уровня. Не просто потому что потом у магов ёба заклинания открываются, а потому что герои бросают такими положительными модификаторами, что им не составляет большого тверда справляться со средними и порой даже труднее задачами. То есть кубик со своим предназначением начинает справляться хуже. Разумеется, по мере роста персонажа им и проще должны даваться какие-то обычные задачи, но броски кубов от этого не должны терять свою ценность. Чтобы это как-то компенсировать, сложность приходится задирать выше 20, то есть выше максимального значения, которое может дать куб. А повествование строить так, чтобы игроки подвергались преимущественно проверкам сверхвысокой сложности и сталкивались с угрозами мирового масштаба, а не условными гоблинами да оккультистами. Поэтому приключения выше 12 уровня так немного и большинство по-моему вообще кончается в районе 7-8 левела. В Лариан я погляжу попытались это учесть и приготовили целых два костыля, хотя от проблем с балансом их это не уберегло. Первый костыль это так называемые кармические кубики и смешно, что этот костыль посунут игроку под руку по умолчанию. Эта настройка увеличивает шансы на успех при череде неудач и наоборот. Происходит обман в обе стороны, игрок обманывает систему и система обманывает игрока. Короче лол, подкрутка, как если бы за столом ГМ, задача которого быть беспристрастным, подыгрывал своему любимчику и прибавлял к его броскам сверху еще немножко. В общем искажается сама суть Д20. И второй костыль не лучше, это возможность быстрого сохранения прямо в диалоговом окне перед проверкой или в бою перед ударом. Ну круто чё, считай что разрабы оставили в игре тренер. Я отношусь к сейв скамингу в большей степени негативно из-за того, что этот способ влияет на игру в обход ее механик. Ты не делаешь своим персонажем что-то такое, чтобы повысить его шансы на успех, ты просто перезагружаешься и бросаешь кубик заново. Теперь же противоречие замыслу бросков. Хотя механика предусматривающая редкое перебрасывание кубика все же есть. В ДНД она называется вдохновением, но конкретно в БГ-3 не работают в боях и в целом игнорируются многими людьми за возможности квиксейва. Бросок куба это такой же ритуал, как проснуться утром, запить сигарету кофе и прорвать в себя днище. Броски это особенное таинство настольных игр. А большой рандом особенность Д20. Д20 это казино, эмоциональные качели. Каждый бросок ребята за столом зато их дыхание предвосхищает и разделяет между собой эмоции от успехов и неудач. Это все хорошо работает вживу и плохо работает на АПК и консолях. За экраном ты сидишь один в тишине без друзей и особой атмосферы встречи с ними раз в неделю или две на 4-6 часов, когда ты освобождаешь себя от работы. И никакой кооперативный режим до сих пор не смог это исправить, банально потому что совместная игра в настолку на специальных площадках по типу Roll20 реализована 100 крат удобнее. Игроки убивают всю суть бросков с эвскамом, потому что испытывают недостаток в контроле над происходящими событиями. А контроль, предсказуемость и справедливость это все-таки некая отличительная черта исконной видеоигр. Типа стараешься и получается. Дум Слэйер всегда как и демону глаз на жопу натягивает, если тот открыт для добивания. Нет такого, что три добивания сработали успешно, а вот на четвертый раз глаз оказался слишком большим и не пролез. А в Балдоре может попадешь, а может и нет. А может наложишь на врага магический эффект, а может и нет. А может 6 урона нанесешь, а может и 60. Разница в 10 раз, камон. И игрок на нее повлиять не может. Разумеется, эвскамер от этого всего испытывает только в высшей степени несправедливость и перезагружается, чтобы достичь приемлемого результата. Иногда даже испытывают разочарование, потому что провалы, чтобы там не говорили разработчики, в подавляющем числе случаев лишают игрока контента. И хорошо, если этот контент просто какой-нибудь легендарное оружие или крупная сумма денег. Чаще всего это целые квесты. А иногда даже напарники, которые так-то один из толпов партийных ролевых игр, коей и является Балдурс Гейт. Тогда как в настольной версии есть живой мастер и сопартийцы, которые любые неудачи помогают интересно обыграть, или получить дополнительные бонусы к броску за какое-нибудь креативное решение. А компьютерная игра, к сожалению, не способна в настоящее время на такую гибкость. По ее мнению, твой гениальный маг поведет себя как законченный дебил лишь из-за числа на костях. Никакого убедительного объяснения не будет. Хотя ту же задачу маг до этого мог сделать успешно много раз. В то время как Гэ может правдоподобно объяснить подобные результаты и развить в нечто интересное. Ты не просто провалил заклинание призыва, тебе удалось его прочесть, но контроль над миньоном оказался утерян, и он в буйстве начал атаковать всех вокруг, в том числе твоих товарищей. И вообще, что такое ролевая игра? Я вижу в этом контроль над развитием. В самом начале я перечислил отличительные черты жанра. Снаряжение, развитие навыков, принятие решений – это разные грани контроля. Если снаряжение в большей степени определяет героя материально, то принятые решения личностно, то есть развивают героя именно как героя. Но можно ли брать на себя ответственность за те принятые решения, результат которых нередко в большей степени зависит от броска игральной кости, чем от тебя самого и твоих прошлых решений, когда ты, например, посчитал нужным потратить аж 5 очков на интеллект? А можно ли считать действия персонажа, с которым ты себя как-то отождествляешь, когда их результат преимущественно диктуется рандомом, своими? О каком осмысленном РП может идти речь, если тупой персонаж может пройти непростую проверку интеллекта, а умный герой провалить простую? И этому не будет дано объяснение. В древнем Аркануме больше РП, потому что тупой персонаж, ты принял решение не развивать его интеллектуальные способности, разговаривает как тупой, ведет себя как тупой и не превращается случайно время от времени в Эйнштейна. Впрочем, до пятой редакции правил ДНД никогда и не делал акцент на глубоком отыгрыше. Так-то Подземелье Драконы называется игра не просто так, это повзрослевший данжен-кроулер. Все эти осложнения меня подводят к главному вопросу, а зачем эмулировать Д20 на игровом устройстве? Что работает за столом хорошо, работает плохо на технике. Костыли не просто не помогают, но опошляют самую философию кубиков и лично Д20. Правила ДНД были придуманы для стола, а не для компьютера. У людей был только стол, пара табуреток, несколько костей да бумага с карандашами, и нужно было как-то выкручиваться. В то же время перед игроком в видеоигру находится гениальное устройство, способное на обработку миллиардов операций в секунду. Так может следует повреждать ему нечто сложнее жиденькой имитации броска двадцатигранника. Зачем микроскопом забивать гвоздь? Апогей мысли использовать настольную логику в видеоигре можно наблюдать в Моровинде. Полагаю, здесь не нужно что-то объяснять. Я приветствую эксперименты, но это уже где-то за гранью. Я просто мечтаю, что когда-нибудь мне хватит мужества преодолеть этот барьер с говна и насладиться, по заверениям многих, лучшей ролевой игрой. Им-хо, но настольному гейн-дизайну лучше оставаться на столе. Видеоигра, это в том числе программа. И я не до конца понимаю прикола, когда программа притворяется допотопным столом, достоинства которого в полной мере воспроизвести не может и даже тычет этим в лицо. Как с игрой в покер, бросать кости вживую намного интереснее. По этим причинам тот же Котор, которому уже двадцать лет, я считаю лучшей видеоигрой, чем БГ или Pathfinder. Чувствую необходимость повторить акцент на слове видеоигра, потому что сравнивание качества диалогов и сюжета, а то, каким образом игрок взаимодействует со всем тем, что игра способна предложить. Котор тоже полагается на правила ДНД, хотя игру можно пройти даже и не узнав этого. По этим же причинам я предпочту и Дивинити или Драгон Эдж какому-нибудь Pathfinder или Балдерс Гейту. Без негатива. В сфере НРИ вообще большое разнообразие систем. Например, люди придумали бросать несколько кубиков вместо одного. Тогда распределение из равномерного становится куполообразным. По-научному распределение Гаусса. Это позволяет прогнозировать результат, потому что при броске двух десятигранников чаще всего будет выпадать 11. И чем дальше результат отклоняется от этого числа к крайностям в виде 2 и 20, тем он будет реже. Это значит, что без модификаторов нормальный персонаж чаще будет нормальным и реже умным или тупым. Тогда как с равномерным распределением у нормального персонажа одинаковые шансы казаться также дебилом или гением. Иначе говоря, каждая потраченная игроком очков характеристик будет иметь превалирующую над случайностью важность. Еще придумали бросать целые горсти кубов, иногда даже разных. Такое называется дай с пулом. Несмотря на широкие возможности такой механики и ее потенциальную глубину, она не получила широкого распространения за столом. Потому что за столом это считать утомительно. Звучит как что-то, что неплохо бы смотрелось за компьютером, способным быстро это все обрабатывать и возвращать в удобной понятной форме, не правда ли?